Мы сегодня собрались для того, чтобы сказать, что Дмитрий Константинович не хочет, чтобы эта информация была озвучена в средства информационной информации, чтобы она дальше придавалась согласке, потому что она не связана с тем, как думали раньше журналисты, что это может быть связано с политической, депутатской деятельностью, она не связана. Это связано с личной жизнью, скажем так. Это думали журналисты? Дмитрий Константинович, да, что побудило вас тогда заявить, как уже сейчас приятно опрометчиво, о том, что это... Дмитрий Константинович, я вам, вот, хотел бы лично с вами познакомиться, лично, читая часто ваш сайт, читая ваши высказывания и мою сторону, в том числе. Как журналист, может быть, вы делаете многие вещи правильно. О человеческих каких-то качествах я оставлю это за скобками. Вот, мое заявление и мое на то время состояние, когда произошло данное событие, все прекрасно знают, что со мной на тот момент была моя супруга и моя несовершеннолетняя точка, когда мы приехали в детский сад. Все знают прекрасно, что в этом детском саду я, как депутат городского совета, взял подпечительство над этим детским садом и начал с реконструкции небольшого детского майданчика. И неоднократно туда приезжал или просматривал. И на тот момент, когда это все произошло, я не знаю, какие мысли или какая сила воли должна была быть у человека, чтобы он на трезвую голову оценил всю ситуацию. То есть, ну, ситуация была настолько непонятная, что тут кого-то обыскивают, тут кому-то из моих коллег приходят домой, а тут я утром обнаружу у себя на машине такое устройство. Поэтому, еще раз повторюсь, это не связано ни с политикой, ни с депутатами, ни с обысканиями, ни как там меня спрашивали с Михаилом Китовым. Это никак не связано. Это мое личное. Я не хочу об этом больше, как бы, говорить, от комментариев. Я воздержусь. В принципе, мне больше добавить нечего. Это, вероятно, было первое предположение, которое пришло в голову, но оно не подтвердилось. Никто меня не подвигал, никто меня не провоцировал, не говорил мне, что возьми, выйди, плоскость, скажи и тому подобное. Все прекрасно видели, на следующий день было заседание городского совета. Все видели, что на заседании городского совета я отсутствовал. Отсутствовал не по причине того, что я не хотел прийти, а отсутствовал по причине того, что проводились на данный момент следственно-оперативные мероприятия, и я в них буду задействовать. То есть, как все там рассказывали, что я сам себе там подминировал, я сам себе там нацепил. Ну, знаете, это надо быть сумасшедшим человеком, чтобы посадить свою семью и сделать то, что вы сделали. Все. Ну, просто добавили. Так, дело закрыто или оно будет передано? На сегодняшний день, если появится более подробная информация, дело, скажем так, на нем уже расслабленные акценты, еще проводятся следственные действия. Сейчас поднимается вопрос квалификации, потому что открылись новые обстоятельства. И самое главное, что можно подчеркнуть, что теперь жизнь депутата Дмитрия Ашмалова ничего не угрожает. Прямо если нет, то есть все.